Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Анна Заварзина. Я являюсь руководителем школы английского языка для детей в Москве, а также teacher-trainer. Сегодня мы поговорим об основных ошибках учителей английского языка, которые работают с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. И это ошибки не только начинающих преподавателей, но и преподавателей с опытом. В конце видео вас, как всегда, ждет подарок, поэтому смотрите его до конца. Мы сейчас активно ищем преподавателей для занятий с детьми. И все лето мы проводили собеседование в поисках новых, хороших преподавателей, звезд и людей, которые знают свое дело и горят преподаванием. И в процессе собеседования и обучения новых преподавателей я обратила внимание, что есть типичные проблемы, которые возникают практически у каждого. Поэтому сегодня мы об этих нюансах и поговорим. Кстати, если вам, в принципе, интересно, на что я обращаю внимание, когда я провожу собеседование с учителями, и кому я сразу говорю нет, а кому я сразу говорю да, то пишите в комментариях, я сниму на эту тему тоже ролик. В этом видео я не буду говорить о том, что на самом деле у большинства выпускников педагогических вузов большие проблемы в преподавании. Если вам интересно мое мнение по поводу педагогического образования и в целом уровня обучения педагогов, то пишите тоже в комментариях, я сниму отдельное видео на эту тему. Мы сразу приступим с вами к ошибкам, которые чаще всего я замечала. Когда мы проводим собеседование, то на каждом собеседовании я прошу показать неожиданное демозанятие. Буквально на 5 минут. То есть я даю карточки преподавателю и прошу научить меня тем словам, которые есть на карточках. И представить, что я не знаю английский вообще. Чаще всего это карточки, допустим, colors, либо какие-нибудь actions, ну что-то такое, что вот первый год обучения английскому языку дается. В последнее время я часто использовала именно colors, потому что, мне кажется, здесь особо не нужно подготовки. Максимально легко и просто обучить цветам. Сделать это активно, интересно и всегда вокруг можно использовать все, что угодно для того, чтобы обучить этим цветам. Какие же ошибки допускают преподаватели, когда им дается такое задание? Во-первых, они начинают с того, что они не презентуют слово, а говорят, Представьте, что я ребенок, неважно, мне там 3, 5, 6, 7 лет, но я не знаю английский вообще, нуревой. И меня спрашивают на английском языке Я не понимаю этого вопроса, почему меня об этом спрашивают? Это то же самое, что если бы я сейчас села, я не знаю, допустим, китайский язык, и меня бы на китайском просто спрашивали, какие цвета вы знаете? Я вообще не понимаю, для меня это язык-загадка, я не понимаю, что мне говорят. При этом почему-то многие учителя, причем, опять-таки, с педагогическим образованием, задают такие вопросы, не осознавая, что ребенок не знает этого вопроса и не понимает его. Зачем задавать эти вопросы? В работе с детьми, которые только-только начинают изучать английский язык, мы используем только PPP. Никаких не может быть вопросов, что вы знаете, что вы не знаете. Ребенок еще ничего не знает. Ладно, это мы проехали. Здесь в этот момент обычно я говорю, что я ничего не понимаю, потому что я ребенок. Что вы будете делать дальше, если вы увидели, что ребенок ничего не понимает? Учитель берет карточку, например, цвета blue, и начинает говорить И начинает мне описывать какие-то абстрактные вещи, которые являются синими. Опять-таки, я сижу в невдоумении, потому что, во-первых, очень много всего говорит учитель, не давая мне ничего повторить и не понять даже, и понять даже, что из того, что говорит учитель, этот цвет синий, потому что говорит учитель полностью То есть, что из этого синий цвет? Я этого не знаю, я же не знаю английский язык. И потом показывает на потолок и говорит Но потолок не синий. И я не знаю, что такое sky. Зачем вы это показываете? То же самое потом yellow. The sun is yellow. Где sun? Я его не вижу. Нужно использовать с детьми только то, что можно потрогать, пощупать, увидеть прямо здесь, в аудитории, прямо сейчас. То есть, мы можем посмотреть на стену, здесь есть разные цвета, и уже сказать, да, red, blue, red, blue, чтобы именно понимали дети, что из этого означает что. А также различные игрушки, предметы, карточки, но никак не the sky is blue, да, и the sun is yellow, потому что мы показываем, учитель показывает, а в итоге я вижу потолок, и я не понимаю, что там, про что вообще идет, про что вообще идет речь, честно говоря. И это показывает просто каждый, и я пребываю постоянно в шоке, почему каждый показывает именно такое демо, почему использует не то, что вокруг, именно здесь, в аудитории, а говорят про какие-то абстрактные вещи. Не знаю, если вы знаете ответ на этот вопрос, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что у меня округляются глаза каждый раз. За август я просмотрела 50 учителей, и из 50 мы взяли только одного учителя, потому что в основном были все те ошибки, которые я сейчас вам буду озвучивать. Далее, следующая ошибка – это непонимание возраста, психологических особенностей детей, и что умеют дети в каждом возрасте. Например, была такая ошибка, что учитель рассказывает, что бы он делал на занятии с детьми по теме colors и numbers, и там дети трех лет, и учитель предлагает дать worksheet, где будут нарисованы, допустим, различные животные, которые нужно сложить. Две рыбки и три рыбки – это пять рыбок. То есть сложение. Уже дают сложение детям трех лет. Скорее всего, просто вообще нет понимания, что умеют дети в разном возрасте. И это очень печально, честно говоря. Конечно, можно адаптировать такое задание, считать просто каждого, каждую рыбку, каждого крокодильчика, и рисовать, писать, пытаться циферку. Хотя нужно понимать, что в три года, конечно же, дети еще и написать не смогут нормально цифры. Следующая ошибка – это не включаться в процесс, говорить без эмоций. Это прям повально, очень часто, и это одна из причин отказа. Если вы работаете с детьми, вы должны быть очень эмоциональным человеком. Вы можете в жизни быть неэмоциональным, но во время занятий вам нужно включаться. Нужно понимать, что с детьми мы прыгаем, бегаем, включаемся, наши эмоции нас просто перекрывают. То есть нужно прям реально очень эмоционально все это дело делать. При этом в жизни можно быть и не особо эмоциональным человеком. То есть именно общаться с людьми достаточно спокойно. Но уметь включаться. Многие не умеют включаться. И как в жизни они очень спокойны, так и с детьми они себя ведут. То есть, например, вот у нас тоже там приходили учителя, которые показывают демо-урок, те же самые colors давайте возьмем. И учитель говорит И все это вообще без эмоций. Конечно, на таком уроке детям будет очень скучно. Даже если вы будете использовать все правильные методики, правильное построение урока, если у вас нет эмоций, если вы не можете включиться и отдавать свою энергию во время урока, то, к сожалению, занятия будут скучными. Следующая проблема, которую часто я замечаю, это неумение давать задания. Неумение показывать детям, чего вы хотите. Возьму пример прямо из практики учителей. Например, дети проходили какую-то тему, части тела, может быть, или животных, и учитель решил дать задание рисовать на доске. Что очень здорово, да, для частей тела. Очень прикольно. Можно говорить, и ребенок рисует. Загадывать таким образом, немножко часть нарисовать. какого-то части тела, и дети должны угадать. То есть здесь можно придумать очень много заданий, которые связаны с рисованием, и дети любят рисовать. Задание же от учителя было следующее. Просто учитель вызывает ребенка. И все. Ребенку там 4-5 лет. Ребенок в недоумении, что ему вообще делать. То есть учитель не продемонстрировал задание, что нужно сделать, не дал конкретные задачи. Draw something. Во-первых, мы должны продемонстрировать, в чем заключается задание. Сначала самим это сделать, нарисовать что-то. А потом уже дать следующему ребенку задание, например, Draw a face, или Draw a cat, или что-то в этом роде. Ну, в зависимости от возраста, опять-таки, что могут нарисовать дети конкретного возраста. Также очень долгие объяснения заданий, когда учитель начинает долго-долго объяснять, что нужно сделать, но не демонстрирует, что нужно сделать. И дети ничего не понимают, начинают вести себя кто как, потому что им просто стало скучно, они не понимают, что происходит. Следующий момент, который я еще замечаю, это темп урока. С детьми должен быть достаточно быстрый темп урока, и нужно уметь переключаться. То есть если вы увидели, что все, дети устали, надо в этот момент сменить активность. Я же вижу, что очень часто преподаватели продолжают идти по своему плану, то есть они написали себе план, и идти по своему плану, даже если дети уже устали от какой-то долгой активности, которая им не зашла. Но не зашла активность, все, остановите ее, сделайте что-то другое, потому что иначе детям будет просто это неинтересно, и в итоге дисциплина будет нарушена. Момент, который я замечаю, это паузы. То есть это момент, над которым можно работать, в этом ничего такого серьезного нет, но нужно за этим следить тоже. То есть когда мы организуем пространство для игр, нам все равно нужно что-то комментировать, что-то говорить, потому что если вы будете молчать, будет происходить что-то непонятное с дисциплиной. Поэтому если вы поиграли в игру с карточками, и вы собираетесь эти карточки, ну, начните что-то говорить, комментировать. Окей, let's put these cards away, let's clean up, let's clean up, help me clean up everyone, please. И да, и убираем. Если у нас дети сидят на стульчиках, и нам нужно переставить как-то стулья для игры, мы тоже даем команды, и все комментируем. То есть дети сидят на стульях, мы говорим, Расставляем стульчики, то есть мы стараемся максимально простым языком объяснять, что мы делаем, чтобы дети узнавали какую-то лексику, которую они знают. И не было пауз, когда просто какая-то тишина, пока вы там расставляете, что-то находите. Вот такие у нас отдельные нюансы. Я еще не сказала здесь важные проблемы, которые связаны в принципе с уровнем языка, с уровнем знания грамматики и использования слов в речи у преподавателей. Опять-таки, если вам интересна тема собеседования, на что лично я обращаю внимание во время собеседований, то этот вопрос тоже мы можем обсудить в отдельном видео. Пишите об этом в комментариях. Ну и перейдем к подарку. Подарок для вас будет следующий. Я подготовила для вас чек-лист для преподавателя английского языка, работающего с детьми, дошкольного возраста, что вам нужно помнить при подготовке к занятию. Это связано и с планированием урока, а также с подготовкой организации пространства, своей личной моральной подготовкой, что сделать до урока, во время урока, после урока и так далее. То есть это чек-лист, в котором вы можете до урока пройтись и понять, все ли у вас готово и выстроено к началу занятия. Что нужно сделать, чтобы получить этот чек-лист? Вам нужно подписаться на мои соцсети, все ссылочки будут в описании, написать мне в личные сообщения чек-лист урока, и я вам вышлю этот чек-лист. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Пишите, интересно ли вам видео на тему ошибок, в принципе, в обучении, преподавании, подготовке занятий и так далее. Ну а на этом все. Всем хорошего дня. Bye!